Всем привет, на связи Мабу и вот на прошлом своем видео по вашим многочисленным просьбам вы мне писали в личку и на почту, вы просили поподробнее рассказать о том, как же нам сейчас, как андроид разработчикам, зарабатывать на своих мобильных приложениях с учетом введенных санкций, с учетом сегодняшнего кризиса. Я вам рассказал про такие самые очевидные варианты заработка на своих мобильных приложениях. В сегодняшнем видео я вам расскажу о самом классном, самом прямолинейном, самом простом варианте заработка на мобильном приложении с рекламой. Здесь в этом подходе нужно использовать либо одного рекламодателя, либо, ну я думаю, три достаточно будет рекламодателя, но фишка в том, что этот рекламодатель будет платить много и будет платить вам напрямую. Это самое главное и, скорее всего, и тут плюс в том, что можно делать на русскоязычную аудиторию. Самое интересное. Ну, точнее, это и нужно делать на русскоязычную аудиторию, это будет самое эффективное. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, в чем же суть? Суть в том, чтобы вы на главном экране, с которого начинает стартовать ваше мобильное приложение, при разработке своего мобильного приложения заранее предусмотрели место для, скажем так, рекламного баннера. Что это может быть? Ну вот, например, у вас есть там сверху контент, снизу контент, да, там по разделам каким-то, да, мобильное приложение, а посередине вы выделяете себе такую прямоугольную форму, в которой вы создаете, скажем так, какой-нибудь, ну скажем, пусть это будет компоновщик ConstraintLayout, внутри которого будет фоновое изображение на этом, да, ConstraintLayout и будет. То есть, по факту, даже это можно не ConstraintLayout сделать, это как виджет материал карт, да, ну то есть, по факту, что делать карточку, ну, по вашему дизайну, да, с закругленными или с прямыми углами, и пустая, встали на вид, да, какой-то фон, сейчас я поподробнее расскажу, как все это делается, и внутри будет заголовок, то есть, название рекламодателя, его, как бы, его, скажем так, его рекламное предложение, то есть, уникальное торговое предложение, то, что он предлагает, и далее другой TextView, TextView, да, другой текстовое поле, в котором будет суть его предложения, и третье текстовое поле внизу, допустим, контакты для связи, или какая-то ссылка на его сайт. И что вы можете сделать? Вы можете сделать вот один такой рекламный блок, а можете сделать серию рекламных блоков для разных рекламодателей. Так вот, фишка в том, что если вы делаете это для одного рекламодателя и один рекламный блок, это можно сделать так, как я вам сказал, если это несколько рекламных блоков, три от разных рекламодателей, которые будут сами листаться автоматически, по несколько секунд показывать, то тогда мы устанавливаем сюда этот виджет ViewPager, который будет листаться, ну, или RecyclerView, ну, тут уже дело вкуса, то, что вы хотите использовать, с чем вам больше нравится работать. Так вот, как же это сделать? Вот, например, пользователь установил, да, мобильное приложение, у него выходит какая-то реклама от вашего рекламодателя, а потом рекламодатель поменялся, то есть вы должны ввести другой текст, другой контент, и что, необходимо каждый раз пользователя заставлять обновлять мобильное приложение из-за того, что у вас рекламодатель поменялся. Нет, это не так делается. Вы должны создать базу данных на сервере MySQL, и там будет таблица базы данных, в которых будет первое поле ID, потом заголовок для рекламного приложения, описание рекламного приложения, и какая-то ссылка, телефон, ну, какие-то поля. И далее вам нужно настроить в своем мобильном приложении, ну, то есть вы на сервере прописываете, подключаете вашу эту базу данных к определенному домену, потом вы должны, что сделать? Вы должны написать PHP-запрос, в котором будете получать данные, базы данных на сервере, затем в своем мобильном приложении вы через Retrofit будете получать эти данные, и там тут уже дело вкуса, либо напрямую получать и записывать в контент соответствующие виджеты, либо записывать специально подготовленную для этого базу данных SQLites, которая работает через библиотеку Room, и уже через библиотеку Room получаете эти данные. Тут уже дело в архитектуре, как уже построено ваше мобильное приложение. И вот такой подход как раз-таки вы сможете делать, если пройдете мой курс, потому что на своем курсе я как раз-таки рассказываю, как работать с базой данных на сервере MySQL, как писать PHP-запросы, как получать данные просто получать, и как получать данные в базу данных SQLite через библиотеку Room, и рассказываю, как это все осуществить в рамках архитектурного паттерна MBVM. То есть, что мы получаем в результате такого подхода к рекламе? Во-первых, вы можете разделать свои мобильные приложения на любую страну, в том числе и на Россию, но это более эффективно будет работать с Россией, с внутренним, потому что у вас будет внутренний рекламодатель, который может вам напрямую без ограничений оплачивать денежные средства за свою рекламу. Не будет проблем с выводом. То есть, мы используем русскоязычного, русского, российского рекламодателя. Наше мобильное приложение рассчитано на российских пользователей. Эти российские пользователи ничего у вас не покупают, они пользуются вашим мобильным приложением бесплатно, но вы зарабатываете с рекламой. Для того, чтобы привлечь внимание на такого серьезного рекламодателя, который будет вам, может платить и миллион, да, за, грубо говоря, за месяц показа, да, и 500 тысяч, и меньше, и 300, и 100, и можно с более, ну, как ваше мобильное приложение будет стартовать, допустим, с тысячу пользователями можно уже брать, брать рекламодателя, того же за, там, грубо говоря, за 50 тысяч рублей. А если у вас их три будет в этом, в листающем виппейджере, вы можете взять его, три рекламодателя по 50 тысяч рублей, ну, или, ну, более меньшие суммы, в зависимости от вашего мобильного приложения. Если, допустим, рекламодатель хочет, чтобы никого, кроме него, не было, ничего не листалось, то вы ему можете предложить утроить его сумму, да, за рекламу, за рекламу, и тогда вы поставите везде его, только рекламу. Плюс рекламу можно ставить на других экранах, выезжающей, выезжающей навигационной панели, да, выезжающее меню. То есть вариантов много, но фишка в том, что здесь вам не нужно искать варианты, как вывести деньги за рекламу, как было бы с гуглом, да, здесь вам не нужно думать, как же ваши пользователи будут вам платить за ваши платные контенты на мобильном приложении, тут именно доход с прямой рекламы. И сейчас, в нынешних условиях, это самый лучший вариант монетизации своего мобильного приложения. Установить напрямую рекламу, развить свое приложение до тысячи хотя бы пользователей и привлекать напрямую рекламодателей. Как привлекать рекламодателей? Существует множество площадок. Если вам интересно, пишите комментарий под видео. Я сделаю видео о том, как привлекать рекламодателей на ваше мобильное приложение. Ну вот, я бы поделился с очень классным вариантом использования такого подхода. Этот подход, кстати, я использовал у себя в приложении список покупок, и он работал. Но, опять же, вам нужно просто это все настроить и знать технически, как это все сделать. И самое интересное, что при смене рекламодателей, как происходит смена рекламодателей, вы просто заходите на сервер в свою базу данных и меняете данные. И данные автоматически уже другие подгружаются в ваше мобильное приложение. Это очень классный подход. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok